Я рад приветствовать вас на канале Интересные Истории на любой вкус. Желаю вам приятного просмотра. Эта история связана с моей судьбой. Я еще помню из своих детских воспоминаний, что уже тогда мой дед был колдуном. Люди редко заходили к нему в дом, а если и приходили, то обращались к нему за помощью. И он с помощью темных сил совершал какие-то ритуалы. Одним людям помогал, а на других наводил порчу или еще что-нибудь связано с черным магией. Один раз я подсмотрел, как колдует мой дед. Это было жуткое зрелище. Однажды летом я проснулся ночью. Не знаю, сколько было времени. Душно было в комнате, и я открыл форточку. Собирался снова уснуть, но мне послышался какой-то шепот. Я прислушался. В тишине ночи я четко слышал шепот моего деда. Дверь в комнату была приоткрыта. Я подошел к ней и начал наблюдать из-за двери. За большим столом сидел мой дед. На столе стояли горящие свечи. Перед ним лежала открытая какая-то книга. И дед шепотом читал, наверное, какое-то заклинание. Мне стало жутковато. Я вернулся к кровати и лег, накрывшись головой. Через некоторое время стало тихо. Видно, дед лег спать, но я долго не мог уснуть. Дед же общается с нечистой силой. Как ему не страшно, думал я. Кое-как мне удалось уснуть. Утром, когда мы завтракали с дедом, он смотрел на меня как-то странно, с усмешкой. Потом спросил. Ну что, страшно было, когда я читал заклинание? Я сразу растерялся. А потом ответил. Нет, не страшно. Ну как-то не по себе было. Не нужно бояться. Вот вырастешь, и тебе совсем не будет страшно, сказал дед. Я не понял тогда, что он имел в виду, но не стал расспрашивать. Меня больше всего интересовала книга деда. Я однажды спросил у него, что там написано. Неужто заклинание? Дед нахмурился и ответил. Мало ты еще эту книгу читать. Можешь натворить непоправимое. Вот подрастешь, тогда мы вернемся к этому разговору. Я понял, что не нужно трогать эту книгу. Поэтому я старался даже близко не подходить к ней. Шли годы. Я отслужил в армии и работал в городе. У деда уже давно не был в гостях. Как-то боязно было ехать к нему. Я запомнил его слова, которые он говорил мне, когда я был подростком. Я понимал, что дед хочет передать мне свои знания. От одной этой мысли у меня холодок пробегал по спине, и я не решался поехать к деду. Однажды отец сказал мне, съездил бы к деду, навестил старика. Он уже звонил несколько раз и спрашивал о тебе. Два месяца как вернулся из армии, а у деда еще не был. На выходных съезжу, ответил я, и не поверив самому себе, что так быстро согласился. Наступила суббота. Я ехал в автобусе в деревню к своему деду. Мысли крутились в голове. А если я откажусь принять деда знания, что он ответит мне? Автобус остановился на нужной остановке. Я вышел из автобуса один, еще около километра пройти пешком до деревни. Я заметил, что какой-то мужик стоял за остановкой возле дерева. Я еще удивился, что он не сел в автобус. Может, ждет кого, подумал я, и пошел по дороге в деревню. Я услышал, что за мной кто-то идет. Я обернулся. За мной шел тот мужик, который стоял на остановке. Я не стал поворачиваться к нему спиной. Я ожидал, пока он подойдет ко мне. Мало ли что, от него можно ожидать. Ничего подозрительного я в этом мужике не увидел. В простой деревенской одежде и кепке на голове. Он подошел и сказал, «Наконец-то приехал деда навестить. Он уже давно ждет тебя?» «Откуда вы знаете?» – спросил я. «Не удивляйся. Я все знаю о тебе и с твоим дедом давно знаком», – ответил незнакомец. Я успокоился и сказал, «Я вас у деда ни разу не видел. Я из соседней деревни», – ответил мужчина. И продолжил, «Твой дед совсем слаб и волнуется, что тебя перед смертью не увидит. Уже показались первые дома деревни. Не волнуйся, он очень ждет тебя. Я попозже зайду к вам», – сказал мужчина и свернул в лес. Он скрылся за кустами. «Странный мужик», – подумал, – «я и направился к дому деда. Нужно было пройти через всю деревню на другую ее окраину. Через минут двадцать я подошел к дому деда. Открыл калитку и вошел во двор. Здесь было как прежде. Я подошел к двери. Она была открыта. Я вошел в дом. «Дед, ты дома?» – спросил я. «А где же мне быть?» – ответил он из комнаты. Я вошел и увидел деда, который лежал на кровати. «Наконец-то, внучок, ты приехал», – сказал дед. «Здравствуй, дедушка. Выглядишь неважно», – сказал я. И присел рядом с кроватью на стул. «Видно, время мое приходит, внучок», – ответил дед. В дверь постучались. И в комнату вошел тот мужик, который шел со мной по дороге в деревню. Он присел на второй стул рядом с кроватью. «Вот с ним ты будешь часто встречаться». «Дай мне свою руку», – сказал мне дед. Я молча протянул свою руку деду. Он молча взял мою руку, и меня словно током ударило. Я хотел высвободить руку, но дед крепко держал мою руку. Откуда только взялась у него такая сила. У меня помутнело в голове. Я чувствовал, что что-то проникает в меня через дедову руку. Я не мог объяснить это чувство. Дед вздохнул и умер. У меня появилось чувство, что вокруг меня весь мир как будто стал другим. Я посмотрел на мужчину и все понял. У него из-под кепки торчали рога. И со стула свисал хвост. Но, как ни странно, я не боялся его. «Я вижу, ты понял, кто я?» – спросил черт. «Кто я теперь такой?» – вопросом на вопрос ответил я. «Колдун, как твой дед. И ты помнишь, где он просил его похоронить?» – ответил черт. Он встал и вышел из дома. Я похоронил деда, как он и просил, в своем собственном саду. Вечером я подошел к книге, которая лежала на комоде. Взял ее и сел за стол. Когда я открыл ее, то сразу не мог разобрать, что было в ней написано на старославянском языке. И вдруг в моей голове как будто что-то прояснилось. Я стал читать и понимать, что было в книге написано. Я почувствовал прилив сил в себе. И тут я понял, что читаю заклинания, которым укрепляю свое здоровье с помощью темных сил. Я поймал себя на мысли, что мне совсем не хочется уезжать из деревни в город. Теперь моя судьба – остаться здесь и служить темным силам, как мой дед. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите новые рассказы. Субтитры создавал DimaTorzok